Здравствуйте! За окнами проспается новый день. Но мы-то проснулись давно, как всегда, разбудил Бонифаций, которого только что с большим трудом удалось загнать с улицы. Что-то он сегодня явно проявляет бурную активность. Пока я прохожу взгляд на всходы своих цветочков, пытался затаиться где-нибудь и бросался на меня из-за кустов, пеньков, камней. При этом своими шкодливыми лапами не забывая теребить юные всходы. А за окном исчезает последний кусочек снега. Да, тут был громадный сугроб, который я намела за зиму. И вот оно, прощание зимою. Впрочем, сегодня вновь были заморозки. На улице еще прохладно, но дует сильный ветер, просушивая землю. И погода сегодня явно будет благоприятствовать чему угодно. Но только не походу в лес. Ребята завтра уезжают на рептилиум. Мне предстоит получить ценные указания от Ники и приступать к деятельности смотрителя солидного дола. Значит, весь режим меняется. Хотелось бы, хотелось бы пройтись, но, увы, работа на участке полным-полно. К тому же начинается такая неприятная вещь, как весенний палк. И вчера мне даже пришлось уже в темноте выйти на улицу, потому что с крыльца показалось, будто гонит дым. Однако моему взору подстало потрясающее зрелище, которое я сейчас покажу. Вышло на дорогу. Потрясающее зрелище. Полнолуние. Ветер гонит облака над солидным долом. С крыльцем мне показалось, что это дым. Что ж, не зря вышло. Уж лучше было убедиться, что все в порядке. Наступает время проклятого весеннего палка, когда некоторые идиоты, больные на голову, начинают поджигать траву. Но у нас, слава богу, вроде как все благополучно. Тем не менее, перепугалась. Не знаю, вернулись ли ребята из поездки. Но, не дай бог, нечто подобное случилось бы. Пришлось бы брать подручный материал и бороться с огнем. Да, поднялся ветерок. И в такую погоду все может стать опасным. Но, елки-палки, какое уже зрелище. Нет, это прекрасно. Полная луна в облаках. И с какой скоростью их несет по небу. Здорово. Ах, каким-то будет завтрашний день. Что ж, погляди. День мне, вправду, предвещает быть ярким, ветреным и насыщенным. И, судя по тому, как себя ведет Грант, я не ошибаюсь. Теперь можно сверяться по погоде с ним. Чем больше он прыгает и каркает по своем вольере, тем погода будет лучше. Вот тебе домашний барометр. Обычно, когда пасмурно, он совершенно тихо сидит на носесте, проявляет минимальную активность. Ну, а сегодня все будет замечательно. Хотя надо успеть закончить все делишки по избушке. И только затем, одевшись в рабочую одежду, да, Гранди, да, выходить на улицу. И, как всегда, заниматься изменением ландшафта. Потому что возникла у меня некая идея фикс, которую я сегодня, собственно, и намерена осуществить. Ну, все. Вроде как все делишки по комнате сделаны. Так, Бонифаций отдыхает. Можно бы и на улицу выходить. Но мне как-то бросается в глаза пустота вот в этом секторе. Хм, покинул меня мой кухонный комплект, на который я толком не успела налюбоваться. Ёлки-палки, хорошо смотрелся. Ладно, надо этот пробел каким-то образом восполнить, а затем одеваться и отправляться на улицу. Да, Бонифаций, у нас в комнате столько всяких сечен, что немножко поменять интерьер и что-то переместить не составляет большого труда. А потому решила в качестве комплекта повесить три ложечки из одного и того же материала, мои драгоценные ольхи. Ну, тем более, что вот эти вот две выполненных в форме стилизованных птиц весьма актуальны, поскольку лебеди возвращаются. А что-то ракушек, которые не так давно прислали мне в Никиной посылке, они уютненько устроились в маленьком блюдечке в форме листка, который я сделала из той же ольхи. Только это единственный на моём веку сувель, который мне удалось обработать. Ольховый действительно в первые в руки попал. Ладно, интерьерчик немножко поменялся, но зато теперь есть на чём глаз остановить. А теперь пора одеваться и выгружаться навстречу новым приключениям. Тем более, что сегодня объём работы у меня явно будет отнюдь немалый. А вот и утренний подарок. Журавли летят. Ох, как же плохо видно против солнца. Надеюсь, поймала в кадрах. Чуть не пропустила. Тащила гранду корма. Ап-чхи! Ап-чхи! Всё время на солнце посмотрю, чихаю. Ну, как же здорово! Ну, вот это действительно задалось. Сегодня с утречка получила заряд бодрого настроения. Ну, судя по всему, не только я. Весе выполняет потягушеньки. Ну что, пернатый? Эх, тебе не летать. Ну, зато есть чем поживиться. Сейчас покормлю. Ну, раз уже журавли прилетели, значит, самое время гардеробчик обновлять. Убирать зимнее, доставать весеннее. В первую очередь, одежда для работы. Походу в лес. И сколько же тут ещё предстоит приборки. Но это явно не сегодня. Ну, как говорится, после дождичка, четверг. Точнее, во время дождичка. Я всегда то, что мне не хочется делать, откладываю на дождичек. Потому что торчать в помещении в такую погоду это совершенно нереально. А потому спускаемся вниз. Эх, сразу же вспомнила ёлку с её яйцом. Это мы с ней когда-то из бисера плели. Мыши раскидали. Ну, такое яичко хвостиком не разобьёшь. Так, ладно, хватаем скарб и низвергаемся обратно. Сижу на своём любимом местечке, пока ещё в тени. Солнце уже подходит к рокусам, которые раскусятся, как только оно достигнет их бутончиков. Слушаю трелигранда, который не замолкает. Ну, так, на редкое время. Да-да. И предвкушаю то, что мне предстоит. Гвоздадёж со мной. Осталось одеть перчатки. И начать. Начать и закончить. Уж не знаю, удастся ли сегодня. Потому что идея фикса, который я упоминала, достаточно заковыристо. Каждый раз, проходя около своего прудика, который я когда-то выкопала, он был первым в череде водоёмов, что добилось создать всё остальное. Появилось уже позже. Меня коробит. Коробит вот из-за этого бардака. Когда-то деревяшки, любые доски я применял для того, чтобы берег не осыпался. С той же целью посадил и деревья, кустарники, ирисы с их мощной корневой системой. Но, так или иначе, земля двигается, всё приходит в ветхость, в негодность. И то, что здесь нагоромождено, уже явно никакого эффекта не даёт. Ладно, обрушится так обрушится. Главное, самой не нырнуть в водоём. Он хоть и не глубок, но купаться сейчас нет ни малейшего желания. Да, от всего этого надо избавляться. Чем я сегодня и займусь. Если что-то не получится, надо будет одевать болотники. И в жаркие летние дни, которые в прошлом году из-за постройки травника на улице я упустила погружаться в воду. Ну, пока бобры не пришли, а я надеюсь, что этого не произойдёт, мне никто не помешает, и хоть что-то я сумею сегодня сделать. Ну, это действительно смотреть противно. Всё. Вдохновилась, воодушевилась. Грант. Вперёд. О, да. Грач не подвёл. Если бы не его подбадривающее карканье, я бы вряд ли так быстро управилась. Солнце уже сместилось, распустились крокусы, и сегодня их станет, вероятно, ещё больше. А я, к чести своей вестибулярного аппарата, хотя были такие моменты, ни разу не окунулась, не навернулась, и, в общем-то, прошлась по максимуму. Но кое с чем справиться не удалось. Уж больно фундаментально. Много лет назад всё это было воздвигнуто. А, и столбики скреплены неубиваемым проводом. Ладно, хоть часть демонтировала. Скоро это всё зазеленеет и зажелтеет великолепными ирисами. А тут совершенно другой пейзаж. И мне удалось даже, вот, кстати, где я только-только искупалась, вытащить два громадных, ну, как громадных, изрядных, куска шифера, который совершенно себе не оправдывал. Ну, вот с тем бороться бесполезно, тем более, что рядом скоро зацветёт калужница. Это уж на лето, да и тот мне не достать. Хотя, как знать, болотники мне подарили шикарные, и будет повод искупаться. А Грандик продолжает заниматься в своём вольере тем, что его развлекает. Мне же сейчас предстоит не развлекаться, а ему разума учиться. Отправляюсь к книге на инструктаж. Ох, ухонюшки! Чувствую, что он продлится. А мне предстоит ещё, вернувшись, все старые палки, которые я аккуратненько разложила вдоль забора, засыпать собранными вчера листьями и ветками. Затем я их покрою дёрном, тем самым повыше уровень берега и прижму сетку. Хлипкую сетку, с которой так элементарно расправляется сволчок, когда домогается кари. Буквально как тузик с грелкой. Ладно, это дело подождёт, а сейчас надо переодеться во что-нибудь более лёгенькое, поскольку солнышко припекает, и нанести визит в Савиный дол. Однако переодеться я не успела. Позвонила Ника, ребята собираются съездить в Вязьму, уж не знаю зачем, и мне пришлось ринуться в Савиный дол, в чём есть, в грязном чёрном комбизе, в котором уже жарковато. Хотя стоило поспешить, чтобы увидеть вот такую прелесть. Совершенно безжизненная глина, которой осталось, когда хоронили Гасгольдер, но на ней расцвела математичка. Великолепные цветочки, так же я в детстве любила. Сосны, как одуванчики. Сорняк и сорняк, посмотрят всё великолепно. Причём совершенно равносторонний треугольник получился. Красота. Ну ладно. Меня ожидают. Пойду слушать. Кому-то придётся для меня всё записывать, поскольку самый тупой карантал, как говорил Эйнштейн, лучше самой острой памяти. Что это? И кто это? Это морозники. Слушай, я впервые в жизни вижу такие цветы. Какая красота. И они ранее? Они из-под снега цветут. Они раньше. Я тоже так хочу. Вот это вот? Нет, не это. Вот это. Это уже отцвёл, и он будет ещё месяц так висеть, если не больше. Где ты всё-то берёшь? Общая закупка. Это благодаря Анне Гауре с Дзена, которая взялась это закупить за границей. И на 150 человек, то есть это, ну, когда опытом берёшь, дешевле получается. Вот. И здесь всякие разные сорта, они все разные. Лишних точно нет. Да я не знаю, у меня получилось два одинаковых где-то или нет, просто там кому-то что-то не хватало. Так а эти что, другого цвета всего? Ух ты, блин! Так, холь или размножай, на следующий год поделишься. Поздравь меня! Я поблагородила свою большую лужу. Я разнесла все деревяшки гнилые, выспала их к забору, сейчас надо засыпать. Полыми листьями, затем дёрнам, чтобы волочки не шастали. Ой, ну чё там идти? Ещё. А, я вчера приходила, смотрела. Ты про этих мальков? Нет, на эти я вчера просто любовалась, умилялась. Что меня поразило, так это то, что у тебя маргаритки уже распустились. Что? Маргаритки распустились. А они лезли по снегу, это прошло. Вы что, так с бутонами стояли? А эти ещё не раскрылись. Они холодные. Чё ещё новенького? А, во, ещё. Ну, это уже другие совсем. А у меня вчера, пока выкатались, тёмно-чуалетовые распустились. Сколько всего. Красота. Там тоже два. Он же вроде как-то чаш, я думала, он отцел. Надо тебе ещё косточки подсыпать. У меня даже челюсти есть. Не свои. Не вставные. Нет, я вчера на них смотрела. Ну, я же прошла со своё отсутствие. После того, как с морожкой повирала. Слушай, а это кто? Вот эти. Белые? Это белоцветники называются. Слушай, они просто белые. Ой, как красиво окрашены. Наверное, зря я пихнула с тюльпанами. Ну, не знаю. Откуда-то подснежник затесался. Это, наверное, у бабушек я что-то покупала. Отщипнул случайно. Не, ну там в корнях часто цветов. Получается какие-то. Как скворцы себя чувствуют? Поют, лазают. Я вчера приходила, их не видела. Ох, настоящая весенняя картинка. Скворечник, ива светит. Синички порхают. И цветочки цветут. Красота. Ну что, пока фигу. И затем я готова слушать ценные указания. Конечно, сначала к ёлке. Заходю. Я вчера не решилась. Нет, плохо. Она съела, я ей вечером выставляла. В общем, очень бы человек, да, такая. А что это у неё перо в клюву? Брать в холодильнике крысоньку небольшую и класть ей прямо вот сюда, вот. Да. То есть она с яйца не встает? Не, она иногда встает, но... Вот видишь, она эти не ест спинька, я не брала. Я ставлю в пятницу цыплят. То есть в пятницу, в принципе, её кормят. Так, значит, я начинаю с какого дня? С субботы или с пятницы? Не за всех. Я тебе ещё в номерную бумажку... Да и мне обязательно конспекты вырекли. Да, ёлки. Ну и к ней просто заходить, проверять. Мы хотим камеру ещё здесь поставить. Вот. Но ей еду приносить в субботу. В пятницу ей не надо. Я ей в пятницу оставлю цыплят побольше. Хорошо. Вот. Но, скорее всего, она, может, и не будет есть. То есть если будет что-то оставаться, как бы, можно, в принципе, не класть. Если будет крысу лежать. Просто там переложить ей опять. Поближе к ночью. Сегодня, по идее, у неё должно быть второе яйцо. Так. По списанию. Слушай, ну царская обстановка. У вас два кресла. У неё подушка не засчитать. Но она, видишь, ими не пользуется. Своя любимая. Даже собственная бабочка летает. Я вчера из гостевого дома, домика трёх бабочек выкистила. Бабочка на какашечке. Прекрасно. Ну, замечательно. А у неё большая ленька началась. Это она выщипывает себе это наседное пятно. Наседное пятно. Это голенькое брюшко, которым она согревает яички. Ну, да, чтобы плотность. Ой. Жаль, что всё тщетно. Прискорбно. Так, куда дальше пойдём? Ну, пойдём к крысам, наверное. Давай. Ну, с крысами всё ясно. Теперь про неясных. Куда заходишь? Догадалась. Тамбурная система. Закрывать на замок. Осторожно. А здесь замка пока нет, поэтому вот эту вот внизу убираешь. Вот она вот так вот обычно привалена сюда, чтобы дверь не открывалась. Брущатая система. Да, аккуратненько заходишь, не будем сейчас заходить, и на пенёчек кладёшь еду. Ну, они будут бояться. Выходишь, соответственно. Одно, другое. Да, если что, сова может эту дверь открыть и сюда залететь аккуратненько. Ну, ничего, настолько мощная. С дверью она такая легко открывается. Слушай, а у них, как с потомством, ожидается что-нибудь? Ну, они в домик не залезают. Значит, ничего не будет. Да, и нет. Так. В домик можно открываться, может низко висит, очень не нравится. Ладно, значит, шлюзы соблюдать, на пенёк положить, аккуратненько забрать. Им две крысы класть, вот там они небольшие, класть на пенёк две крыски в день. Ясненько. Пошли в совершенную. Итак, серия первая. Мыши. Мыши. Вот этот аквариум. Им берёшь полный стакан корма, вот сюда на блюдечко высыпаешь. И один раз в день режешь им половинку большого... Ну, не половинку, тут будет большая морковь. В принципе, на всех хватает полторы морковины. Вот сейчас видишь, сколько кусочков? Пять, шесть, там, семь. Ну, то, что осталось с утренней кормушки, да? Не, они их надкусали, но не съели. Вот примерно сто кусочков, чтобы крошить. Угу, с мышами ясно. А тут, оказывается, ещё мыши есть. Да, маленькие. У них миски нет. Им просто полстаканчика в уголок высыпаешь, режешь меленько морковку тоже. Ну, мелко-мелко, да? Ну, не мелко-мелко, вот кусочки. Я их режу, чтобы были края не круглые. То есть, вот по диагонали вот так морковь, как карандаш. Ну, понятно, чтобы не грызгать. Да, здесь просто много мышат, и им это красиво пить. Вот. И сколько контейнеров? Слушай, им вообще, если будешь заходить один раз, тогда всем сыпать, то есть, тем два стакана, а этим один стакан корма, это на сутки. Один штакан на контейнер? Да, ты же один раз будешь приходить. Ну, как скажешь. Ну, просто... Желательно, конечно, один. Слушай, ну, они каракулевые. А тут разные есть, тут есть золотые какие-то. Ну, они, правда, сейчас еще... Неужели никто у тебя их не хочет брать? В смысле, покупать? А что с ними делать? Они прыгают, как черти, вон, видишь, они и пахнут мышами. Мыши должны. Не, они, конечно, клевые. Мне их это жалко, они хорошие. Вот. Вот здесь родители с детьми сидят. Вот, собственно, им насыпаешь прям с горкой вот эту вот. Ну, тоже где-нибудь стакан сыпешь раз в день. Здесь он, видишь, ну, какого цвета. Вот, ты тоже режешь морковку, хотя у этих есть водичка. Я просто нету в продаже этих поилок маленьких. Каково, что я придумала с домиками, с кокосом. Ух ты! Наперс, чинец. Да. Теперь это все надо аккуратно накрыть. Вот. Но тут тоже, чтобы щелкнуло потом. Так, слушай, а поилка есть, да? А у них нет, поэтому им надо моркови побольше резать. То есть они, что вода их, суп морковки. Короче, на каждый контейнер по стакану их суп. Такая мелочь. Ты что, ну, за ты? Ну, делай фокус. Не, не, надела вот, на тыкала. А у тебя автофокус выключен просто. Кто же знал, что он вообще существует в природе? Какой кудрявый, золотой, еще и с черными глазами. Ну, фиг его поймаешь. С голубыми бывают. Вот такое, нет, с голубыми я не видела. Сейчас уберет. Ну, в общем, как вот их... Коробливость нужна приловая блох. Ну, как-то его прям за хвост. А его по-другому никак, он смоется. Вот такой. Ты у нас кто? У нас род девочка. Хотя не факт. Слишком маленькая. Ну, они прыгают, как блохи. Ну, и здесь вот, здесь подростки живут. Блин, 4 сундука. Да, 4 сундука и еще там... Какой. Ты знаешь, как разноцветные кошки к деньгам? Да. У тебя муж, конечно. Вот. Им тоже стакан и морковку. В общем-то, все. Я у них сегодня все лишнее выгребла. Но тут ничего делать не надо. Ладно. Далее. Далее. Тюнечка. Одну мышку в день. Так, и смотреть, чтобы он ее не уронил. Нет. Ну, либо если он уронит, вон в тот уголок, видишь, где полмышки у него лежит. Угу. Просто кладешь туда. Но он обычно сейчас берет. А он же обычно мышку вон в тот угол перекладывается. Он по-разному. Ну, вот в этот ближайший кладешь. Крепичок не подойду. Сейчас случилась. Бодрячком старика. Ну, в лапку она размороженная будет. Угу. Так, далее. Пунька вжух. Пунька вжух. Пунька вжух, насколько я помню, к ним надо аккуратно крашу. Смотри. Я им сейчас положила вон цыплят на кирпичи. Я не знаю. Ночью они вообще забрали. Точнее, одну часть мыши с кирпичей. Но вторая исчезла утром. И я не знаю, вжух оттуда берет или нет. Вообще, я всю зиму клала им на крышу твоего домика. Но оттуда надо прям класть, чтобы проверить, чтобы не укатилось. Слушай, мне прыщик будет на кирпичи, как в прошлый раз. Если мыши вот к твоему следующему приходу здесь будет еще лежать, значит, вжух не берет. Но я сегодня еще посмотрю. Так, а кутушеньке одну мышку, да? Кутушеньке одну мышку вот сюда на пенек. Еще рожда. С клюшком ничего не надо. Я туда поставила ящик саранчи, и они сами развлекутся. Дочек урон. Кстати, а как у с клюшек-то отношения строится? Слушай, они кормят, как бы, этих самок. Но в домик они не заходят. Так, что с Лучезарой? Лучек будет бедный спрятаться. Ну, сейчас он распугается будет. Ну, а где же еще можно спрятаться лучше? Сломал. Тихо. Все, я замерла, замерла. Давай я буду молчать, договорить. Ага, все. Ушел на волю. В общем, ему на клетку чучундре сверху одну мышь. В день тоже. А сюда ничего не надо? Ну, сюда вообще, здесь холодно. Можно, в принципе, и вот сюда ходить. Так, с форточками ничего делать? Закрывать, открывать? Ну, ничего не надо делать. Я открою вот это вот, и здесь, ну, он будет на улицу выходить. Ну, у тебя тут склад, конечно. Ну, да. Слушай, а вот эта вот штуковина, она так и не пригодилась? Ну, в ней лусь кладет иногда. Я же ее в качестве кормушки когда-то плела, экспериментировала. Ну, в качестве кормовки неудобно. Там же остается все внутри. А, замысел блух. Слушай, еще большая просьба. Вот сейчас минус один ночью обещают. Угу. Ты можешь кусками спанбонда, который у тебя в теплице остался? Я же там вынесла горшки и все. Может их обратно снести? Ну, они днем там будут перегреваться. Просто спанбонд вечером накрыть на них и все. Ну, придется чем-то приваливать, потому что ветерок-то неплохой. Ну, может, не будет перегреваться. Давай к стушечкам зайдем. Я сто лет их не видела. Ну, давай, только одна. Куспа, мне кажется, мы так давно с тобой уже тут все оборудовали. Только входные, смотри, там саранчуру. Угу, смотрю. Вот саранчуру я и насыпала здесь много. Вот калинка сидит наверху, там штырик сидит. Вон трунь, а малинка, она днюет в дупле. Так, у них тоже с фоточками ничего не делать. Нет, ничего не делать. Еду я им оставляю, им всего хватит. Замечательно. А, слушай, еще если у Чуни будет в миску накакана, то воду выливаешь с крыльца просто туда, влево. Может, тебе точки полить? Нет, не надо. Ну, там покашки будут. А он же всякие лекарства пьет. И вот отсюда берешь воду. Ему вот сколько сейчас там есть воды, вот столько и не влево. Так, ну, дай я посмотрю. Не пол, ну, чуть меньше половины. Ну, ладно, хорошо. Я ему каждый день, в принципе, меняю, потому что он туда какает. Бывает. А он купается? Купается? Да, сегодня купался. Так, вроде как все, да? Ну, вроде. Но конспект, конспект все равно в тебе. Да, слушай, на всякий случай, в общем, я все положу вот сюда, да? Здесь будут лежать вот мыши. Угу. Такие, вот, а если что, то мыши и цыплята лежат вот. То есть цыплят вот мыши. Ну, ладно. Крыш тоже положу это все. Их просто перекладываете в верхнее отделение? Нет, я вот даже не знаю. Крысы замораживать не буду, они свежие. А мышей, конечно, лучше как бы выдала порцию и сразу положила в холодильник замороженных. И они теперь разморозятся к следующему. Посмотри на моих собак. Да. Хорошо. Послушненький, славненький. Это надо. Ладно, отправляйся к ним. Давай, мы вязьми пойдем. А, может, подпишись. Вышла из Савиного дола на свежий ветерок, что витает по возвышенности, где он и расположен. Ох. Нет, все-таки хорошая штука телефон. Если бы не он, у меня в голову распухла от информации, которые меня накачали. А так посмотрел, конспектик почитал и вроде как ничего не напутаешь. Да, удачно, что я сегодня натаскала воды, изменив свой режим с мовением, потому что завтра у меня точно будет совершенно не до этого. Ох, ох, вонюшки. Все, наступают веселые деньки. Ну что ж, продержимся, где наш не падала. Вернулись домой. Бесяндра развалилась загорать. Проветривая хвост, легкими потряхиваниями. А я обнаружила весик. Еще один маленький сюрприз, но оттого не менее приятный. Ну вот, теперь около крыльца крокусы рассвели. Эх, красотища! Жизнь прекрасна. Что и удивительно. Ладно. Красота красотой, но надо сокращаться. Пойду-ка я листочки потаскаю. Сколько же их еще убирать? В конце края не видать. А день их, правда, замечательный. Какие, интересно, следующие будут, когда мне надо будет работать по совиному долу. Чего-то побаиваюсь я. Ну, ей-богу, ответственность огромная. Ладно, переживем. Ну что, Боня, пойдем, потрудимся на собственное благо. Да, долго Бонифаций бродил кругами по участку, не зная, куда бы направить свои мощные лапы. И, наконец, растолкал Весю. Однако с Бонифацией она переключилась на паука. Весю, что ты делаешь? Пятняжка. Голодненькая, что ли? Я тебя умоляю. Ай, Боня, Боня, не знает, куда себя девать. Ни на льду покататься, ни птичек погонять. И мышки к нему попрятались. Битный кот. Собака, пойдем мы тебе кость выдумаем, И карь теперь падет. Ох, какое же солнышко. Как же здорово на улице. Вот она, настоящая весна. Ладно, пора в избушку забираться, пичку топить, корзинку доплетать. Как всегда, кто-то остается выгуливаться, а кому-то пахать. Да, гранда, это суровая правда жизни. Ну что ж, зато ищем заняться. Ладно, здорово всем, удачи. А я любуюсь на плоды своих рук и отбываю по месту назначения. А завтра дел еще больше. Ну, впрочем, это лишь завтра. Что ж, здорово всем, удачи и хороших солнечных дней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!